Дональд Младший Старшему уже всерьез угрожают импичментом. Почему же? Все детали изучил Максим Драгнев. Но никак не получается вернуть фуражку, как ни старайся. Трамп пытался раз, другой, но не вышло. Ветер слишком силен. Президент еще не знает, что по прилету в Вашингтон вскроется история, которая тоже та еще шляпа. С легкой руки Трамп подставил Трампа. Сына президента обвинили в сговоре с русскими. Дональду Младшему пришлось в своем твиттере выложить скандальную переписку. С продюсером Робом Голдстоуном общались 9 июня прошлого года. Сегодня утром генпрокурор России встретился с Аразом. И на их встрече предложил предоставить некоторые официальные документы и информацию, которые бы позволили обвинить Хиллари в связях с Россией и были бы полезны для Вашего отца. Спасибо, Роб, очень признателен за это. Я пока в дороге, но, возможно, сперва поговорю с Эмином. Похоже, у нас есть время, и если это окажется тем, о чем Вы говорите, мне это очень понравится. Араз — это российский и азербайджанский миллиардер. Его фамилия Агаларов. У него, пишет Голдстоун, кое-что на Хиллари Клинтон. И признается, это кое-что часть поддержки Трампа со стороны Кремля. И теперь слова российское правительство уже неделю в американском эфире. Слушайте, это была пустая трата времени. Я даже ничего не сказал отцу, нечего было рассказывать. Это была просто пустая трата 20 минут. Оказалось, Наталья Весельницкая не располагала значимой информации. На эту встречу приехала юрист Наталья Весельницкая. Получается так, Весельницкую рекомендовал Голдстоун, а познакомились они благодаря певцу Эмину Агаларову, сыну того самого Агаларова, с которым Трамп вместе проводил 4 года назад конкурс «Мисс Вселенная» в Москве. СНН тут же припомнил президенту всё. Встречу Агаларовой Трампа в Лас-Вегасе выдали сплашкой «Эксклюзив». Правда, состоялся она в 2013-м, задолго до выдвижения. Журналистов, очевидно, впечатлили вот эти слова. Это самые влиятельные люди в России, самые богатые люди в России. Но свою симпатию к Агаларовым Трамп никогда и не скрывал. Как-то даже снялся в клипе Эмина и произнёс своё знаменитое. Согласно переписке, речь шла о нарушениях с финансированием предвыборной компании «Клинтон». Якобы Весельницкая нашла фирму, которая не платила налоги ни в России, ни в США, но спонсировала демократов. Трамп-младший попался на крючок и приехал на встречу в компании ключевых фигур из штаба отца. Я не знала, кто будет на этой встрече, кроме того, что мне было сказано, что, в принципе, со мной готов был встретиться Дональд Трамп-младший. По свидетельности, молодой человек, который покинул буквально минут через 7-10 эту встречу, вышел из зала переговорным, был, видимо, господином Кушнером. И он больше не вернулся. А человек, который постоянно был в телефоне, сидел, читал, занимался какими-то своими делами и практически я не понимала, зачем он, в принципе, там присутствует. Это был господин Монафорт. Весельницкая фигура любопытная. Около года назад зарегистрировала вот этот сайт и фирму в Вашингтоне. Текст гласит, что компания будет бороться за отмену российского закона о запрете усыновления. Того самого, принятого сразу после акта Магнитского. Вероятно, Весельницкая лоббировала интересы своих клиентов, пострадавших в результате этого обмена любезностями. Нетрудно предположить, что встреча с влиятельными людьми нужна была ей, а компромат на Клинтон не более чем уловка. У Трампа, Кушнера и Монафорта сложилось впечатление, что они получат от вас какую-то информацию о Национальном комитете Демократической партии. Почему у них сложилось такое впечатление? Знаете, может быть, у них было желание это увидеть. И они увидели из той идеи, о которой я говорила, только-только то, что их, может быть, интересовало. Меня интересовало другое. Но Вашингтон возмущен скорее тем, что Трампы готовы были принять помощь от России. Даже соратники по партии в ярости. Республиканец Элинси Грэм пропесочил кандидата на пост директора ФБР Кристофера Рея. Его, между прочим, предложил сам президент. Ты собираешься стать директором ФБР, приятель? Так вот, что я хочу, чтобы ты сказал каждому политику. Если кто-то вам позвонил и предложил помощь от иностранного правительства, звоните в ФБР. Я не считаю, что расследование Мюллера – это охота на ведьм. Спецпрокурор Роберт Мюллер возглавляет комиссию, которая расследует вероятное вмешательство России в американские выборы. А встреча Трампа с Весельницкой его только раззадорит. Да что там Мюллер, это рандеву интересует даже бельгийцев на встрече с Лавровым. Для меня это дикость, по большому счёту. Потому что, когда любой человек общается с адвокатом, ну какая здесь может быть проблема, какая угроза для кого-то. Это поразительно, как серьёзные люди делают из мухи слона, а может быть там и мухи никакой не было. Мухи, может, и не было, но она на руку демократам. Обидный проигрыш на выборах не даёт им покоя. Всё хотят обвинить Трампа в каком-нибудь преступлении. А значит, и импичмент можно будет объявить. И на это работает целая убойная машина. Большая, серьёзная убойная машина. Это штабы целые работают, армия юристов, которые правовые основания ищут для использования любого неудачного шага, любого компромата. Вокруг Белого дома сегодня сгущаются тучи, а как раз под ними вся беспокойная масса. Отставные генералы, сенаторы, царушники. Все те, кто кормится за счёт администрации и следит за посылами президента. А Трамп, он такой импульсивный, Вашингтонское болото грозится осушить. Вся вот эта тёмная материя или дип-стейт, он теперь не знает, что делать. Сближаться он будет с Россией или будем продолжать воевать против России. Они хотят, чтобы человек играл по правилам, понимаете, по правилам. А что значит по правилам? Это весь этот лоббизм, понимаете, эта узаконенная коррупция, когда вась-вась, все друг друга знают. Эта история бьёт прямо по отцу, но Дональд Трамп не сердится. Сын всё-таки. Мой сын Дональд проделал отличную работу. Он был открытым, прозрачным и невиновным. Это величайшая охота на ведьм в политической истории. Грустно. За всю историю штатов импичмент объявляли лишь Эндрю Джексону и Биллу Клинтону. Но обоих оправдал Сенат, где не набралось двух третий для обвинений. И вот Дональд Трамп в деликатной ситуации. Если не трогает тему с русскими, значит, что-то утаивает. Но стоит её коснуться, как доверие населения улетучивается. Совсем как та фуражка в истории с морским пехотинцем. Максим Драгнев, Мария Солопова, Алексей Матвеев и Сергей Вербицкий. Программа «Вместе». С доверием мы на самом деле всё очень грустно. С момента инаугурации прошло всего-то полгода, а главу Белого дома уже не одобряет 58% американцев. Данные совсем свежие, их подготовили и сегодня опубликовали ABC News и Washington Post. Довольны президентом Трампом оказались всего лишь 36% опрошенных. Этот показатель самый низкий за последние 70 лет. Для сравнения, уровень поддержки Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы спустя 6 месяцев после начала их работы был на уровне 59%. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»